Это не первый опыт молчания министра. Он и страна, к сожалению, уже два года молчит по поводу его вины в тысячах смертей на Донбассе. Я никогда не перестану утверждать 50-70% вины за то, что очаг сепаратизма так развился на Донбассе, на руках министра внутренних дел Авакова, который не был способен в тот момент профессионально, адекватно, жестко реагировать на эти прецеденты. Вторая важная составляющая, она очень субъективна. Представьте себе министра внутренних дел в европейской стране, который, отгуляв день рождения у Олега Ляшко, в 6 часов утра, 2 часа уже зная о этом событии, садится на франкфуртский рейс с пересадкой в Канаду, в Торонто и улетает из страны. Я утверждаю, он знал о том, что произошло в Княжичах перед отлётом. И тем не менее, не то, что не развинул самолёт, не то, что отложил поездку, он продолжил поездку. А вам не кажется странным, что никто, в том числе и журналистов, не знал о том, что вообще планируется визит в Канаду? Кажется странным. Я специально проверял в воскресенье, а о запланированном визите в Канаду не было указано ни на сайте МВД, ни на сайте Кабинета Министров Украины. Об этом было нигде ни слова. Я проверил все анонсы, которые приходят в редакции всех новостейных служб, а о планирующейся поездке в Канаду не было ни слова. И по моим неофициальным источникам информации, никто непосредственно в Министерстве внутренних дел не знал об этом визите. Этот визит имел какой-то непредсказуемый характер. Вторая составляющая, похорона ребят. Ни один из тех, кто не слазит с трибуны Верховного Совета со всех эфиров, Шкиряк, Аваков, Герасченко, никто из Троянов и так далее не удосужился прийти и проводить своих бойцов, своих ребят из этой жизни.